Грозди академики говорят, что именно 26 сантиметров. А я говорю, разве именно это 25 сантиметров? Это все целых 40 сантиметров. Алексей Косенко выращивает виноград на протяжении 40 лет. За это время он смог освоить все тонкости профессии виноградаря. Три гектара полей почти полностью засажены кустами янтарной ягоды. В основном здесь столовые сорта. Восторг, консул, лиана, плевин и другие. Обрабатывает гектары насаждений семья Косенко исключительно своими силами. В семье четверо агрономов. Алексей Александрович, жена и двое сыновей. Признаются, что хоть труд и тяжелый, но доверить столь ответственное дело не могут никому. Если знаешь, как именно должно быть, так это не тяжело. Его ни в коем случае нельзя ломать. Почему? Потому что именно надо, чтобы все побеги были зеленые. И тогда вот этот аппарат листовой будет работать на урожай. Кроме плантаций в полях, фермерская династия успевает обрабатывать и 12 соток земельного участка. Здесь они выращивают персики, абрикосы, помидоры и другие фрукты и овощи. Считают, ни один метр кубанской земли не должен пустовать. Выращивается это все, естественно, на пустом месте и на голом поле. А когда вот это все вырастает, это становится очень даже красиво. Вы, наверное, когда ехали, видели, сколько заброшенных участков. Если бы каждый участок, каждый метр давал бы плоды, естественно, и налоги отсюда, и каждый клочок должен давать что-то. Фермеры признаются, сегодня на Кубани заниматься сельским хозяйством выгодно, в том числе и благодаря значительной поддержке государства. На этапе закладки виноградников финансово поддержал муниципалитет. Местные власти помогают и наладить сбыт продукции. Семье Косенко, как и сотням других фермеров, предоставляют бесплатные места на ярмарках-привозах. И уже сейчас фермерская династия планирует расширить свой бизнес. К выращиванию винограда добавить и его переработку.